Товарооборот между Казахстаном и США падает. В нынешнем году он снизился на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из Америки к нам везут больше, чем продаем туда мы. Из США же активно импортируются и демократические ценности, категория нематериальная, но все же многозначащая в современном мире. Не менее важной, впрочем, остается и экономическая составляющая. На неделе нашу страну посетил государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Керри. Глава внешнеполитического ведомства говорил и о том, что политика и экономика должны быть отделены друг от друга. И о том, что Центральная Азия не борцовский ковер и здесь нужно не выяснять отношения, а создавать основы для роста Азии. И здесь наднациональный ЕС, к слову, мог бы стать связующим звеном между Европой, Азией и Китаем. Центрально-азиатское турне главы Госдепа США вызвало интерес во всем мире. Говорили много и о демократии, и об ослаблении влияния в Центральной Азии, и о необходимости налаживания дружеских отношений. Сходились, в общем-то, в одном. Америке нужна дружба со странами взрывоопасного региона. Тем более на фоне ухода из Афганистана, который вполне возможно под контроль могут взять и талибы, ставшие друзьями с бандитами из ТГИЛ. Мировое сообщество прекрасно понимает, если в Центральной Азии рванет, мало не покажется никому. Не спасет и океан. Ну и учитывать нужно тот факт, что страны Центрально-азиатского региона, в общем-то, вниманием не обделены. Потому и диктовать правила здесь вряд ли сможет кто-то со стороны. Только дружба, только добрые искренние отношения. Казахстан в Центральной Азии, не кривя душой, называют островком стабильности. Во многом благодаря нашей стране удается поддерживать мир в целом регионе. Уверенности придает и уровень жизни в Казахстане. Глава Госдепа США мог лично его оценить после того, как и знакомился с красотами других Центрально-азиатских республик. И уже в Астане, собственно, Керри озвучил мнение и относительно существующих в некоторых постсоветских республиках режимов. Здесь же, собственно, между строк можно было услышать и о желании наладить диалог с Центральной Азией через Казахстан. Руслан Идрисов улавливал суть разговоров высокопоставленных политиков. Об особенностях казахстанского менталитета в Америке знают не понаслышке. Открытость и готовность к сотрудничеству Казахстан проявлял с первых дней обретения независимости. Об этом Нурсултан Назарбаев напомнил на встрече с Джоном Керри. Две страны уже два десятка лет – стратегические партнеры. А главное – есть к чему стремиться. С первых дней мы сотрудничаем с вашей страной. И Казахстан, наш народ очень благодарен за постоянную поддержку нашей независимости и развитие экономики Казахстана. Самые большие инвестиции мы получили из вашей страны, от компании. Сегодня работает 500 компаний с участием американского бизнеса. И я надеюсь, они довольны своей работой. Мы хотим продолжить такую работу. О двустороннем сотрудничестве Нурсултан Назарбаев некоторое время назад говорил и с Бараком Обамой в Нью-Йорке. В благоприятных условиях для дальнейшего сотрудничества уже в Астане убедился и госсекретарь Соединенных Штатов. США действительно один из крупных инвесторов Казахстана. Сегодня я встречался с представителями Американской торговой палаты в Казахстане. И они выразили свое удовлетворение тем прогрессам, которые достигнут ими в вашей стране. А теперь ближе к делу. Астана. Локомотивный завод. На первый взгляд обычное, правда, далеко не рядовое для региона производства. Предприятие – совместный проект Казахстана и России. Технологии – американские. Наша страна в очередной раз демонстрирует способность объединять государства. Экономика отдельно. Политика отдельно. О развитии промышленности в нашей стране, как выяснилось, Кэрри наслышан. Точнее, начитан. Оказывается, еще задолго до визита госсекретарь США изучил план нации «Сто шагов». И заодно выучил несколько фраз на казахском языке. Свою лекцию в Назарбаев университете он начал с привычного для нас приветствия. Выступал госсекретарь США почти час. Впрочем, его слова конспектировали не только студенты. Послушать Кэрри пришли десятки небезызвестных в стране людей. Дипломаты, послы, политологи, экономисты. Зарубежный гость говорил о многом. Экономические проблемы Центральной Азии – вопросы противодействия терроризму. Упомянул он и знаменитого казахстанца Геннадия Головкина, подчеркнув, что люди, рожденные в некогда закрытом от основного мира регионе, могут трансформировать свои возможности и сегодня, и завтра. Для Америки безопасность в Центральной Азии является фактором стабильности во всем мире. Нам нужно инвестировать друг в друга. Только тогда мы будем ощущать экономические выгоды и преимущества для всех. Мы можем поддерживать торговлю с Востока на Запад, мы можем объединить рынки Евразии с Европой, с Китаем. И все от этого выиграют. США понимают это, и поэтому мы поддерживаем страны Центральной Азии. Для того, чтобы поддерживать все партнерства, которые вы создаете. Джон Керри некогда баллотировался на пост президента, но проиграл Бушу-младшему. Был высокопоставленным военным, несколько лет заседал в Сенате. Сегодня он четвертый человек в Америке. Беспрецедентное турне по Центральной Азии Керри провел в формате сотрудничества с пятеркой стран. Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В каждом из государств он провел двусторонние переговоры с политиками. Но только на встрече в Астане и только с правительством Казахстана обсудил вопросы стратегического развития. Сегодня перед государством стоит новая задача. Это наполнение понятия стратегическое партнерство новым смыслом. И в этом отношении визитку секретаря Керри можно рассматривать как дипломатическую победу Центрально-Азиатских государств. Потому что до этого ни один представитель официального Вашингтона такого уровня не посещал Центрально-Азиатские государства. Казахстан сегодня известен не только своей нефтью, своими углеводородами или ураном, но и как надежный партнер, как ответственный сосед, как региональный лидер. И поэтому визит госсекретаря Джона Керри в Казахстан еще раз свидетельствует о том, что Соединенные Штаты поддерживают нашу многоверность. В Астане Керри посетила мечеть Хазрет Султан. В большом зале высокопоставленного гостя встречал главный имам. Верующие в это время продолжали молитвы. Многие Керри так и не заметили. Родившемуся в жарком Колорадо Керри морозы, пусть и такие легкие, как в эти дни, видимо, не совсем по душе. Впрочем, тепло казахстанских сердец заморского гостя отогрело. Доброта у казахстанцев, она вообще в крови. Ну и рады всегда тем, кто с добром пришел.